Привет! Я в центре Вашингтона, национальная аллея, практически в центре мира. Потому что столица Америки не перестает радовать. К сожалению, не так часто приходится выбираться сюда. Очень завидую тем людям, которые живут в Вашингтоне, потому что они имеют возможность гулять этими улицами, посещать музеи. За мной сейчас национальная галерея искусств. Она принадлежит к Смитсоновским музеям. Они все бесплатные. У меня есть два часа на посещение. Я приехала в обед. Не планировала ехать, как всегда. Но, как правило, на посещение таких музеев мало и двух дней. Вся площадь по периметру перекрыта полицией. Там где-то проходит акция протеста. Люди шли с плакатами. Полиция буквально везде, в том числе К-9. Прекрасный солнечный день. И я сейчас направляюсь в музей и хочу увидеть хотя бы несколько залов. Он состоит из двух корпусов. Западное и восточное крыло. За мной западное крыло. Здесь собрана коллекция, начиная от Средневековья и до конца 19-го столетия. Вообще, все американские музеи, как правило, не имеют и 100-летней истории. Но они входят в десятку лучших музеев мира. История арт-галереи национальной очень интересна. Она была открыта в 1941 году Рузвельтом. Собственно, история началась с мецената и большого чиновника, министра, миллиардера Эндрю Меллана. Он всегда был внатоком большого искусства, коллекционером. Но, собственно, галерея, вот это вот западное крыло, которое за мной, славится еще и русской коллекцией, коллекцией из Эрмитажа. Эта часть истории очень трагична для России, потому что в 30-х годах был указ распродать коллекцию Эрмитажа и распродать самые лучшие картины, скульптуры, в том числе скифское золото. В советской стране молодой нужны были деньги на постройку заводов и индустриализацию. Все это проходило тайно. Об этом знало небольшое количество людей. На продажу было запланировано около 3000 произведений искусства. 60 из них относятся к шедеврам мировой культуры. Когда американский бизнесмен Эндрю Меллан узнал о том, что Эрмитаж выставляет на продажу свою коллекцию, он не мог упустить этого шанса. Распродажа длилась несколько лет. Самое печальное для России это то, что деньги, вырученные с коллекции, с продажи этих шедевров, составили всего 1% валового дохода страны и не сыграли никакой существенной роли в последующем строительстве коммунизма, я бы сказала. Здесь собраны картины таких замечательных мастеров, как Тициан, Рафаэль, Рембрандт. Особенно цена также здесь коллекция импрессионистов. Музей ежегодно посещает более 4 миллионов людей. Вот даже осознать то, что я здесь нахожусь, и то, что у меня есть такой шанс поверить в это сложно, потому что жизнь такая непредсказуемая штука. Я бы никогда не подумала, что смогу жить в полчасе езды от таких замечательных мест. Я имею в виду Вашингтон в целом. Здесь я уже была в некоторых музеях, делала видео, но, пожалуй, это только начало работы. Итак, идем в музей. Так, я уже в музее, развернула камеру сразу. Меня предупредили, что снимать на палку селфи нельзя, поэтому буду снимать с телефона. Мраморные залы. Мне выдали карту при входе бесплатно, проверили сумку. Там вот, и я иду. Вот я зашла в первый зал. Здесь вижу картины Гои. Даже дух захватывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это зал Давида, а это Наполеон. Это вестибюли музея, везде скульптуры. Отсвечивает немножко это бой индейца на коне с быком. Я пока не вижу автора. Здесь в том числе собраны шедевры американского искусства. Давида, вот один из представителей. Музыка в зале играет. Конечно, классика. Живая музыка в зале. Музыка в зале играет. 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 В музее Вашингтона есть сувенирные лавки. Я с сегодняшнего дня начинаю такую традицию, чтобы что-нибудь, какую-нибудь мелочь покупать себе на память. Музыка в зале играет. Я, пожалуй, себе куплю вот такую вот брошку. Это булавка. Музыка в зале играет. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Можно снимать, оказывается, выборочно. Вот, это его знаменитые балерины. Продолжение следует... Это автопортрет Рембрандта. Так вот я проведу по залу, что здесь примечательно, что очень скромные, в принципе, стены. Картины говорят сами за себя, никакой вычурности. Если подумать, сколько стоят эти шедевры... Еще что примечательно, все эти залы наполнялись в том числе с помощью частных коллекций. То есть никто не жлобился, не прятали, а одарили все это людям. Это тоже Рембрандт. И это Рембрандт. Девочка с метлой. И это Рембрандт. 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 Это статуя Пизада. У меня разряжается телефон, я его потихоньку заряжаю от батареи аккумулятора запасного, но дух захватывает. Это зал Эль Грека, Тинторета. Окей, окей, окей. Это Тициан. Это Тициан, не во всех залах разрешают снимать. Здесь еще мне не сделали замечания. Это просто что-то невероятное. Кстати, картины все очень хорошо сохранились. Видимо, прошли хорошую реставрацию. Руками трогать, конечно, нельзя. Руками трогать, конечно. Уже музей закрывается. Вот там сзади меня стоит полиция, охранники. И все. До следующего раза. Вот, кстати, хотела везде показать. Выписано. Не трогать. Don't touch. На полу. Все. Идем на выход. Все. И вот я вышла. Сейчас буду решать, как мне добраться домой. Ну, все. Всем пока.